На этом фестивале ребята узнают, как выбрать правильный ракурс, найти инфоповод, написать сценарий или снять полноценный сюжет. Изначально участников делят на четыре потока, и тем самым они изучают журналистику во всех ее проявлениях. СММ-продвижение, блогинг, основы телерепортажа и секреты правильного интервью. Школьники, как губки, впитывают в себя новые термины, лайфхаки и мудрые советы. Они сидели, рассказывали свои случаи, ситуации, говорили, как что-то правильно делать. Но в основном было как общение, на такой волне все прокатилось, было очень интересно. Соблялись вероятно те дети, которые хотят поступить на журналистику. Мне это интересно, чтобы наши газеты продвигать, как-то улучшать. Основное задание участникам фестиваля – создание видеоролика. Каждому нужно было снять небольшой сюжет, который раскрывает проблемы нашего региона. Ребята поднимали самые разные темы – от бездомных животных и несанкционированных свалок до загрязнения Байкалом. Это, пожалуй, лучшая форма воспитания у подростков гражданской активности. Но потому что журналистика – это же не просто поиск производства и распространения информации. Это решение проблем отдельного человека, общества, города, района. И именно этот критерий являлся основным при оценке конкурсных работ школьников. Они юны, но раскованы, неопытны, но инициативны. Пока их имена неизвестны широкому кругу людей. Но, возможно, скоро именно эти ребята пополнят коллективы ведущих СМИ республики. Мария Амбас Конян, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.